Отлично. Всё хорошо. Доброе утро, коллеги. Вот нас уже 115-116. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто слышит и видит. Вот. Плюсики есть. Ага, значит, нас слышно и видно. Доброе утро. Вот сейчас у меня на часах 9.59. Давайте мы ещё пару минут подождём, потому что прям у меня бежит счётчик, и я вижу, как вот нас сейчас 123, 124 и так далее. Поэтому прям две минутки мы с вами подождём. А я, пока мы ждём, хочу нас всех поздравить с тем, что уже четвёртый день последнего месяца зимы, с тем, что уже осталось, сколько, 24 или 23 дня до весны. Так что мы с вами идём в нужную тёплую и светлую сторону. Я надеюсь, что, несмотря на многие события, всё будет двигаться в сторону тепла. Вот. Нас с вами уже больше 130 и уже под 140. Я буду давать сводку. Прям интересно, что происходит в количестве людей. Ну, вот сейчас на часах 10.01, и давайте мы с вами будем начинать. Здесь сегодня встретились люди, которые имеют какое-то отношение к подбору в IT. Отношения может быть совершенно разные. Вы можете быть в IT-компаниях, вы можете быть в других бизнесах, но сайты, система, там, я не знаю, инфраструктура IT, директора по IT, 1С и так далее касаются всех. И проблема с тем, что гонка почти эскалация зарплат. Я думаю, что с этим сталкиваются все. Наша сегодняшняя цель – пообщаться с тремя спикерами, которые расскажут о том, как в такой объективной реальности, когда эта гонка существует, как справляются с этим разного типа компаний, у которых огромное количество ограничений. Не поднимешь деньги на конкретного кандидата, потому что встанут те, кто уже работают. Хорошо, когда это один человек. А если это 200 человек разработчиков, то что с этим делать? Всегда будет кто-нибудь типа Google, кто предложит больше. Ты предложил больше, но через 3 месяца рынок зарплат снова вырос. И эту эскалацию можно продолжать бесконечно, и мы, занимаясь подбором IT-персонала, с этим все время сталкиваемся. И цель сегодняшней встречи – послушать трех замечательных, абсолютно разных, с разными подходами спикеров и услышать, как они решают эти задачи. И у нас сегодня с вами расписание будет следующее. Сначала я анонсирую тех, кто нам помогал делать этот вебинар и вообще помогает нам проводить мероприятия. И без наших партнеров мы не могли бы проводить такие бесплатные мероприятия, которые я знаю, что многие из вас посещают не первый раз. И, кстати, если не сложно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот кто с нами не первый раз, да, кто приходит на наши вебинары или антиклубы, или форумы не впервые. О, смотрите, побежали, побежали плюсы. Это очень приятно. Это означает, что мы приносим реальный результат не только в нашем основном бизнесе, в подборе персонала. Тут мы, безусловно, одни из лидеров, но и в организации мероприятий. Поэтому я дам 2-3 слова, 2-3 минуты нашему основному партнеру. Затем я представлю мероприятие, которое у нас будет 18 февраля. И нам там удалось договориться с уникальным спикером. И у вас будет возможность это пометить себе и, возможно, зарегистрироваться. И затем у нас будет с вами 3 спикера, у каждого из которых будет минут 15 на выступление и минут 5 на ответы на вопросы. Вы можете во время выступления спикеров прям писать вопросы в чате. Если спикеру будет не видно, то я потом помогу им и прочитаю эти вопросы. И мы постараемся на все ваши вопросы ответить. Я планирую, что мы с вами закончим где-то в 11.15-11.20. Но посмотрим, сколько будет вопросов и насколько вы будете вовлечены, насколько захочется это продолжать. Нас с вами почти 200 человек. И я думаю, что я вполне могу стартовать. Ну и представлюсь, если кто-то меня не знает. Хотя я думаю, что многие со мной знакомы и лично, и заочно. Я зовут Валерия Дворцевая, я управляющий партнер и генеральный директор которого агентства «Визави-консалт» и федеральной рекрутинговой сети «Визави-метрополис». Как я и говорила, мы не могли бы делать эти мероприятия без наших партнеров замечательных. У нас есть инфопартнеры, у нас есть партнеры, которые... Дарья пишет, что звук прерывается, видео зависает, сложно слушать. А если у остальных есть тоже такие... Вот я вижу, что Юля отвечает, что нет, все хорошо. Попробуйте перезагрузиться, те, у кого сложности, пожалуйста. Вот. И нам партнеры помогают. У нас есть инфопартнеры, у нас есть замечательный партнер, которому я передаю слово, которого очень многие из вас знают, если не все, но знают как частного партнера, как компанию, которой пользуетесь вы лично. Но, как выяснилось, и я тоже была удивлена, оказывается, эта компания – это еще и корпоративный партнер, корпоративный помощник. Поэтому, Филипп, я передаю вам слово, и, может быть, многим коллегам это понадобится и пригодится, и будет полезно. Филипп, включайтесь. Пожалуйста, у вас 2-3 минуты, как мы говорили. Да, благодарю за внимание. Коллеги, доброе утро. Слышно. И теперь вы исчезли вообще. Вот, появились. Окей, в крайнем случае… Вот, все, видим и слышим. Давайте. Супер. Прощу прощения за технические накладки. Коллеги, доброе утро. Меня зовут Филипп. Я представляю компанию Сбермаркет. Сбермаркет – это сервис по доставке абсолютно любых товаров из ведущих ритейлов по цене полки магазина. Хочу рассказать про новое направление, которое мы, относительно, недавно запустили на рынок, но которое уже пользуется очень большой популярностью. А именно подарочные сертификаты. Подарочный сертификат – это код на физическом электронном носителе, который позволяет своему владельцу оплатить товар до 100%. Вот, хотелось бы, наверное, сказать то, что именно обращаясь к вам, да, как к HR, вы можете эти подарочные сертификаты закупать у нас в качестве какой-то лояльности для своих сотрудников. Мы сейчас знаем то, что большое количество сотрудников также находится на удаленке, и этими подарочными сертификатами можно стимулировать их как какими-то бонусами, бенефитами и так далее. Соответственно, также это поздравления с гендерными праздниками, поздравления с Новым годом, поздравления с профессиональными праздниками. Все это то, что сейчас уже пользуется большой популярностью. Соответственно, если мы говорим о преимуществах, это широчайший выбор из любых категорий товаров. Это и косметика, это и парфюмерия, игрушки. Для мужчин это спортивное питание, товары для авто и так далее и тому подобное. То есть колоссальный выбор. Также у нас более 150 тысяч SKY, то есть товаров, находятся по акции. То есть вы можете позволить также своему сотруднику, чтобы он купил подарок еще по какой-то хорошей цене. Еще один наш плюс, то что мы находимся практически по всей России. У нас более 150 регионов присутствия. Вы можете сделать подарочный сертификат как на электронном, как и на физическом носителе. И, соответственно, мы в любом виде можем подарить это сотруднику. Подарки абсолютно любой бюджет. Номинал у нас от 500 рублей до 10 тысяч рублей. Соответственно, будем рады, если вы войдете в список наших пользователей таким замечательным продуктом. Еще маленькая ремарка. Мы подготовили небольшие для вас сюрпризы и подарки. Если вы поставите галочку «Получить подарок от партнера», у вас будет замечательная возможность воспользоваться сервисом и понять, как это здоровый класс. У меня все. Рад буду вопросом. Надеюсь, уложился в таймер. Спасибо, Филипп, большое. А галочку это при... Галочку при подарках. Да, это анкета обратной связи. Вот вас спрашивают коллеги, Филипп, чем сертификат на 2000 лучше, чем просто 2000? Это можно списывать как-то с затрат, официально проводить. Я не знаю, что-то в этом есть такое, что поможет компаниям, HR-ам, это как-то отличается в учете, я не знаю. Да, разумеется. Если мы говорим о сертификате как часть какого-то социального пакета, то в налоговом учете... То есть для компании это выгоднее, чем просто повышать сотруднику зарплату и платить с этого налога. Ну вот, если коллегам интересно более углубиться в юридический аспект, то, я думаю, контакты наши останутся, и мы с удовольствием на все ответим. Спасибо вам большое, Филипп. Спасибо. Оставайтесь с нами. Вот нас 222 человека. И мы приступаем, собственно, к самому вебинару, да. Но, как я и говорила, до того дня анонсирую информацию про мероприятие, которое у нас будет 18 февраля. Нам удалось, благодаря тому, что мы очень давно в подборе персонала, мы большие, мы находимся в 40 городах нашей страны и в странах СНГ, и поэтому нам удалось договориться с Давидом, Давидом Яном, компанией Ива, о том, что он будет у нас в прямом эфире в онлайне, вот прям не в записи, а реально, 18 февраля. Мы меняем время, обычно мы проводим мероприятие утром, но поскольку он в Штатах, то для него это неудобное время, поэтому мы начнем в 17.00, 18 февраля. Ссылка на регистрацию у вас сейчас в чате. Мы будем, это будет наш антиклуб, это будет не просто вебинар, это будет мероприятие, где выступит Давид, где с ним можно будет переговорить, пообщаться, это другая платформа, и там можно будет прям коммуницировать, да. И после него будет выступать Павел Дегтярев, и логика мероприятия. Давид будет рассказывать о том, каким образом можно повышать эффективность и понимать состояние эффективности с помощью поведенческой аналитики, понимать, кто из коллег выгорает, у кого спад активности, кому нужна помощь, каким образом, какой из мотиваторов начинает проваливаться. А с Павлом мы будем говорить о том, каковы маркеры эффективности, каковы те компетенции, которые позволяют быть эффективным именно в удаленном формате, в работе в удаленном формате. И затем будет с Павлом работа в малых группах, да. И это мероприятие на два с половиной часа, вечером мы сможем пообщаться друг с другом. И вот я обещала этот анонс, оно также бесплатное. Вот я анонсировала это мероприятие, и вы можете на него регистрироваться. У нас почти 250, мы переходим к программе. У нас сегодня три спикера, как я и говорила, совершенно из разных компаний, геймдев, разработка, информационная безопасность. И все коллеги сталкиваются с одной и той же проблемой, с тем, что делать с гонкой зарплат. Поэтому я передаю слово Наталье. Наталья, включайтесь, пожалуйста. И для нас с вами очень важно послушать, какие практические решения, как вы справляетесь с этими задачами, как вам удается бороться с последствиями гонки зарплат в IT. Поделитесь, пожалуйста, с нами. Может быть, нам тоже что-то пригодится. Передаю вам слово, Наталья. Так, секундочку. Хочу увидеть свою презентацию. Так, моя презентация. Отлично. Отлично. Коллеги, всем привет. Рада сегодня выступать перед вами и вообще рада всех видеть. Мне важно еще раз понять, меня слышно? Видно? Все в порядке? Отлично. Отлично. Тема сегодня непростая, интересная. Я хотела бы с вами порассуждать на тему роста зарплат. На самом деле, ну, рост зарплат – это не как снег в Москве, да, каждый год неожиданно, и каждый год к этому никто не готовился, и никто не ожидал. То есть, рост зарплат, в принципе, ожидаемая вещь, особенно в IT-сфере. Давайте сейчас посмотрим, что же действительно происходило и происходит вот за последний год-полтора на рынке IT. Ну, для начала, традиционно, несколько слов о себе. Я в IT уже более 10 лет активно участвую в найме. Мне эта тема очень интересна. Я изучаю рынок IT, регулярно общаюсь и сама участвую в хантинге ведущих специалистов. Особенно мне нравится общаться с темледами, с продакт-менеджерами и так далее. То есть, я постоянно держу руку на пульсе. Так, у кого-то нет видео. Тишина. Ну, звук есть, все в порядке. Отлично. Прошу прощения. Хорошо. И вот в настоящее время я работаю и чат-директором в группе компании КБ-12. Часть данного бизнеса является диджитал-бизнесом, часть – IT. И в основном это гейм-дев. Компания занимается тем, что разрабатывает игры и программы для VR. Также у нас есть подразделения, которые сами конструируют свой VR-шлем. Достаточно интересное направление. В России молодое. Разработчиков с нужным нам стеком просто единицы. Нужный нам стек – это Unreal Engine 4. И поверьте, с ним у нас достаточно много проблем, потому что, опять же, в России технология новая, и специалистов просто по пальцам можно перечесть. Ну, а за границей, если нанимать специалистов из других стран, тут тоже есть свои проблемы, и больше они связаны с условиями и зарплатами. Итак, поехали, идем дальше. Хотелось бы просуждать, что сейчас происходит на нашем рынке, какие тенденции, какие новости, какие проблемы нас сопровождают. Ну, вообще, в среднем, если брать январь 2020 года и январь 2021 года, то зарплаты на IT-рынке выросли, ну, в среднем на 20%. Это в среднем. Если, допустим, брать наш рынок и смотреть специалистов Unreal Engine 4, допустим, Team Lead, я даже возьму где-то ноябрь-декабрь 2019 года для сравнения, чтобы вы понимали. В ноябре-декабре 2019 Team Lead запрашивал, ну, и вообще можно было найти Team Lead за 230, за 250 тысяч рублей. Сейчас, в январе 2021-го, те же самые люди просят 400 тысяч рублей. Это не шутка, это действительно так, потому что специалистов мало, мы их всех знаем по пальцам. Мы отслеживаем их карьерный рост, мы отслеживаем их путь карьерный, общаемся с ними регулярно, и вот такая тенденция на нашем рынке. Если взять Медлов, то где-то в декабре 2019-го, в январе 2020-го можно было еще найти специалиста за 150 тысяч рублей, то сейчас те же самые Медлы Unreal Engine хотят 200 тысяч рублей. Те же самые специалисты. Ну, за год, возможно, у них квалификация выросла, подросли также джуны до уровня Медлов, но тем не менее зарплаты тоже прилично выросли. Фод компаний не всегда так быстро растет, как зарплата специалистов. Я думаю, что это всем вам известно. С чем мы еще столкнулись? И я думаю, что не только мы, а также многие из нас, кому нужны хорошие специалисты и кто, собственно, на IT-рынке пытается найти самые лучшие кадры. Мы столкнулись с тем, что компании-конкуренты, конечно, готовы перекупать данных специалистов просто за баснословные деньги и ничего не жалеют, предлагают любые условия, любые зарплаты. Это, конечно, создает большие проблемы. Специалисты получают очень много офферов, очень много предложений, тем самым их квалификация не растет, а зарплата при этом растет просто баснословно. Я не знаю, как в других сферах, но могу сказать, что если брать GameDev, если брать VR, если брать различные IT-стартапы, то 2020 год, несмотря на то, что он был тяжелый, он все равно, он был тяжелый не для всех. Есть компании, которые пришли на российский рынок и, собственно, иностранные компании, которые пришли на российский рынок и создали просто колоссальную конкуренцию в области зарплат, так как они могут себе позволить платить зарплаты в долларах, в евро, естественно, при нестабильности рубля и при нашей экономике это большое преимущество. Для разработчиков они, конечно, сейчас хотят чувствовать себя тоже безопасно и хотят надолго работать в стабильных компаниях. В какой сфере? Это GameDev, это VR, по крайней мере, точно могу сказать. При этом бюджеты на фото многих российских компаний не становятся больше, а даже наоборот уменьшаются. Ну, все мы понимаем, что в России сейчас не самые волшебные времена, поэтому многие компании пересматривают свои бюджеты, фото и в том числе сокращают какие-то свои издержки. По крайней мере, общаясь с коллегами, точно могу сказать, что у многих из них сократился бюджет на штат, в том числе на IT. И они должны решать проблему, чтобы один специалист, по крайней мере, совмещал в себе, например, две роли. Либо старались нанимать людей с меньшими зарплатами. Ну, я думаю, что такая ситуация не только у нас. Пандемия изменила мир. Глобализация, глобализация, глобализация. Если раньше компании уходили в регионы, чтобы нанимать IT-специалистов за меньшие деньги, то теперь мы столкнулись с реальной проблемой. Потому что, когда все сидят на удаленке, ну, нет смысла уходить в регионы, открывать подразделения, чтобы нанимать специалистов дешевле. Зарплаты Москвы и регионов сейчас плюс-минус одинаковые. Хорошие IT-специалисты могут работать из любой точки мира. Я думаю, что для многих неудивительно, что сотрудники просто берут отпуска, либо предупреждают своего работодателя, уезжают на Бали, уезжают в Таиланд, уезжают в другие страны и спокойно, удаленно работают оттуда и нет никаких проблем. При этом удаленные сотрудники больше не стоят дешевле, а даже порой и дороже. Так, на вопросы отвечу в конце, прошу прощения, сейчас идет такой момент, когда мы рассуждаем, я, по крайней мере, рассказываю ситуацию на рынке с нашей точки зрения, с точки зрения IT-стартапов, с точки зрения геймдева, VR, что происходит у нас и что видим мы, по крайней мере. Я уверена, что, возможно, в крупных компаниях, в других областях ситуация немного другая. Итак, ситуация, можно так сказать, изменилась, но не все, но мы не все изменились и не все готовы к этим изменениям. Это, конечно, порождает ряд проблем. С чем мы сталкиваемся сейчас? Несмотря на то, что зарплаты растут, наш пот не растет, специалисты все равно нужны. Специалисты нужны и порой очень быстро и срочно. Я думаю, что при этих условиях нужно обязательно разговаривать с вашим руководством о том, что если они ожидают увидеть специалиста быстро и срочно, то это нереальный запрос, что нужно быть готовым к тому, что если раньше вы данного специалиста могли закрыть, допустим, за месяц, за два, то теперь этот срок может увеличиться в два раза. Я думаю, что многие столкнулись с тем, что сейчас очень большой процент контур-оферов пошел и удержание со стороны компаний, потому что многие компании понимают, что им проще удержать специалиста, чем его отпустить и искать нового. Если в начале, я даже возьму конец 2019 года, когда из 10 офферов, дай бог, можно было увидеть три контур-офера, то теперь я так скажу, что каждый второй, каждый, ну, второй-третий случай это контур-офер. Бюджеты. Оцените, конечно, свои бюджеты на найм, свои аппетиты. Я думаю, что со многими собственниками, со многими руководителями нужно обсудить этот вопрос, потому что, опять же, рынок меняется, сознание не успевает за этими изменениями и по-прежнему многие компании, многие руководители живут немножко в прошлом. Они считают, что за эти деньги, которые они предлагают сейчас, можно нанять хорошего специалиста и довольно быстро. К сожалению, это не так. И я думаю, что для многих учаров это проблема. Сейчас очень много препятствий в этом плане. Мы с этим сталкиваемся и нам нужно как-то с этим жить и как-то доносить эту информацию руководителям. Я думаю, что определенные срезы, определенную динамику и метрики нужно обязательно вводить, чтобы показывать руководителям, как меняется рынок, как меняется ситуация. Но я думаю, как только они столкнутся с проблемой найма специалистов, они сами поймут, что что-то не так и что-то нужно менять. Но, к сожалению, происходит это не сразу. И когда компания спохватится, бывает уже очень поздно. Держите в запасе план Б. Вот, кстати, про план Б я расскажу вам чуть дальше. И, в принципе, все мое выступление, оно построено на плане Б, потому что, если вы не можете платить больше, если зарплаты растут, а ваш фод, ваши бюджеты нет, то всегда нужно иметь запасной туз в рукаве. Знаете, я очень много дружу и общаюсь напрямую с разработчиками, с IT-специалистами. Я порой спрашиваю, вот, ребят, скажите, а что вас заставляет работать на одном месте? Что вас, ну, что, собственно, может вас убедить остаться на одном месте, чтобы вы не меняли работу? Ответы были следующие. Я прошу прощения, что я не включила это в отдельный слайд, но самый распространенный ответ был, это лень. То есть, многим IT-специалистам просто лень искать работу, нежелание продавать себя, проходить собеседование, делать тестовые задания. Вообще, любая коммуникация внешняя с незнакомыми людьми порой доставляет проблему и дискомфорт, поэтому это вторая причина. третья причина комфортные условия, четвертая нравится проект, нравится команда. Команда порой, да, очень сильно держит отношения руководства, интересные задачи, это, конечно, наверное, основные мотиваторы для IT-специалистов. Так, секундочку, давайте перейдем, кстати, к плану B, о котором я хочу рассказать, как выкручивались и выкручиваемся мы в данной ситуации, чтобы удерживать IT-специалистов и чтобы нанимать самых лучших на нашем рынке. Итак, если вы не можете себе позволить увеличить бюджет, и, конечно, тут нужно закладываться на развитие молодых специалистов, на текущих специалистов, тут ничего не поделаешь, то есть нужно построить определенный план прокачки, согласовать это со своими специалистами, подумать, как за короткий срок можно сделать из них суперменов, и чтобы они затащили проекты, чтобы у вас все не поехало, и при этом, чтобы они остались у вас в компании и не выгорели. То есть разрабатывается определенная программа, если вы сами не можете это сделать, можно договориться с определенной компанией, которая послужит для вас инкубатором, и будет выращивать для вас специалистов. У меня был опыт, когда я сама работала в подобном IT-инкубаторе, на тот момент компания занималась IT-аутсорсингом, и у нее были очень ограниченные бюджеты, но при этом она научилась очень быстро выращивать молодых специалистов, она сделала свою школу, просто процесс был настроен настолько четко и хорошо, что компания не боялась текучки, и даже свои условия при найме транслировала такую ценность, что вы год работаете у нас, прокачиваете, после этого вы устраиваетесь в определенные крупные компании, в которые просто так с рынка попасть невозможно. Данная компания даже заключала договоры с данными гигантами, можно так сказать, что после года, либо двух лет работы в этой компании, специалист, если он устраивает эту компанию, переходил в их штат, и в принципе это было такое неплохое соглашение иметь год-два специалиста за небольшие деньги, и после этого его отпустить, ну и собственно запустить процесс по-новой. Я знаю, что есть компании, которые открывают, ну, которые открывают, ну не филиалы, а подразделения в других компаниях, в которых обучают специалистов, выращивают их, ну и после этого частично, не весь штат, но частично переходит в более крупную компанию. Я с этим тоже сталкивалась, я видела своими глазами, как это происходит, это довольно неплохая сделка. Предлагаем интересные условия труда, ну условия труда у всех, конечно, разные, и интересные условия, это очень спорный вопрос, потому что то, что для одного интересно, для другого, ну совершенно непривлекательно. Например, в нашей компании все специалисты могут заниматься фрилансом, могут использовать ресурсы компании для своих проектов. Естественно, это все оговаривается заранее, это все обсуждается, чтобы это не мешало основному направлению компании, и в принципе многих это устраивает. В одной из моих прошлых компаний была такая практика, когда специалистам разрешали при помощи ресурсов компании делать свои проекты, пилить свой фреймворк, проводить свои исследования. Это, кстати, довольно долго держало ключевых специалистов на одном и том же уровне зарплаты, дохода, на одной и той же, можно так сказать, должности. Я знаю, что один-два специалиста в той компании до сих пор за счет данной фишки держатся, и они настолько увлеченные, им интересно, им неинтересно, что происходит на рынке, хотя я знаю, что им в месяц приходит стабильно по 2-3 оффера с рынка, но я думаю, что не все компании могут предложить им такие условия. Офис на Бали. Я сейчас столкнулась с такой ситуацией, что одна из компаний моих знакомых, с которой я работаю, они просто оценили и посчитали свои расходы, свои ресурсы, решили, что на Бали арендовать офис это не такой уж большой расход, что можно легко это сделать, это будет один из таких мотивационных пунктов. Причем это компания стартап, английский стартап, в компании работают всего 25 человек, ну и на Бали сейчас у них около 5 человек находятся, и периодически эти специалисты меняются, то есть если специалисту стал от работы в офисе в Москве, либо на удаленке в Москве, его могут отправить поработать на Бали. Кстати, такая неплохая фишечка. Преподавательская деятельность, но это касается тимлидов, это больше касается специалистов, которые уже достигли определенного уровня экспертизы, в них, конечно, есть потребность этим делиться. Если человек, если сотрудник обладает определенными коммуникационными способностями, если он не боится выступать на определенной публике, если для него это не проблема, то преподавательская деятельность либо спикерство очень сильно выручает, если компания дает такую возможность, если у вас есть кафедра в ВУЗе, если у вас есть обучающий хотя бы маленький центр вашей компании, если у вас есть договоренность с другими компаниями, что вы проводите для них обучение, то данный специалист, конечно, я думаю, с удовольствием вам поможет. Это, во-первых, уже следующий уровень самореализации для него. Это возможность проявить себя. Это некий, ну, я не скажу, что основной мотиватор для специалиста, но это такой небольшой крючочек, который может зацепить данного специалиста. Плюс есть такая возможность, если он может, допустим, если он работает в вашей компании, если он вам не нужен вот прям на полный день, на полную ставку, допустим, в нашей компании есть специалисты, которые работают не только у нас, допустим, дата-сайентисты, они работают у нас и по совместительству работают еще и в других компаниях. Конечно, у нас подписаны различные идеи, соглашения о неразглашении, также есть четкое расписание, сколько он наделяет времени нашей компании. Мы также ориентируемся в основном на результат, что если результата нет, конечно, мы такое сотрудничество прекращаем. Если специалист успевает, то для нас не проблема, если он работает официально где-то еще. Тут сразу вижу последний вопрос. А живет сотрудник на Бали за чей счет? Сам коворкинг арендует компания, также обеспечивает питание и перелет для специалиста. Да, это разовые большие траты, но в плане перелета, например, но того стоит. Аренда жилья на Бали, поверьте, это недорого. Питание на Бали дешевле гораздо обеспечить, чем в Москве для сотрудников. Гибкая замена. Что, с каким опытом, точнее, с какой ситуацией тоже столкнулась я, когда я поняла, что не всегда могу нанять за те деньги, которые есть у меня, хорошего темлида, либо хорошего ведущего специалиста и так далее. Я поняла, что возможно данного специалиста могут заменить другие специалисты. Допустим, хороший продакт-менеджер, который вырос из разработки, он может совмещать две роли, он может декомпозировать задачи, он может распределять задачи и частично брать на себя нагрузку темлида. Возможно, ему в помощь нужно взять еще продакт-менеджера, возможно, ему нужен будет еще какой-либо технический специалист, но поверьте, когда вам нужен тем, когда ваш темлид стоит 400 тысяч рублей, а продакт стоит 250 тысяч рублей, то порой выгоднее взять продакт-менеджера, если это возможно. Также я сталкивалась с тем, что продакт-менеджера заменяли два проджект-менеджера, и это было тоже эффективно. Сталкивалась с тем, что одного ведущего разработчика могли заменить миддл-разработчика хороший технический проджект-менеджер, и по замене, то есть по стоимости это выходило дешевле, сказать насколько эффективна была работа на данный момент я не могу сравнить, потому что в тот момент мы не могли закрыть данную позицию, довольно длительный срок, у нас была большая просадка, поэтому мы выкрутились таким образом, и процесс стал на рельсы, появился результат, мы были очень довольны, и в принципе нас это устраивало. я думаю, что если вам не удается нанять определенного специалиста, смотрите на ситуацию Гибчи, возможно его можно заменить другими специалистами, другими ролями, другими функциями. Ну и в конце концов не забывайте всегда есть аутсорсинг на рынке, если вам сложно, если вам нужно выполнить задачу, и если вы понимаете, что задача возможно на какой-то период, а далее она может вам, ну данный специалист может вам и не потребоваться, на рынке есть сейчас хороший такой пул аутсорсеров, которые всегда могут вас выручить. Создаем комфортные условия труда для людей с социальными проблемами, это еще одна ситуация, с которой я столкнулась, знаете, у меня есть знакомая, которая нанимает себе в штат на роли IT-инвалидов, да, они работают все удаленно, она не тратит средства на обеспечение каких-либо условий, то есть есть люди, которые вообще в лежачем состоянии, они вообще лежат, они не могут ничем двигать, кроме там, например, у них нижняя часть полностью парализованная, они лежат, но при этом голова, руки определенным образом работают и сотрудник выполняет задачи. также сотрудники у которых проблемы с передвижением тоже сейчас, я думаю, что для них наступили хорошие времена, потому что уже никто не смотрит на физические недостатки, самое главное, как ты умеешь общаться, как ты выполняешь свои задачи, насколько сильна твоя экспертиза. Я сталкивалась с тем, что, ну и сейчас, кстати, мы работаем с людьми, у которых аутизм, мы создаем для них комфортные условия, то есть, допустим, тим-лид либо специалист работает с ними определенным образом, то есть, если у них есть определенная патология, их не заставляет ходить на митинги, общаться с коллегами и так далее, да, они присутствуют, но никакими отчетами, никакой коммуникации их никто не утруждает. С ними работают особым образом, тут самое важное выстроить с ними правильную коммуникацию. Биполярное расстройство, я думаю, что многим, ну, немногие с этим сталкивались, я с этим конкретно сталкивалась, однажды это даже было препятствием для того, чтобы нанять человека в штат, когда он нужен был именно в штате, в офисе. Сейчас это не проблема, у меня есть несколько специалистов, у которых прям реально биполярное расстройство, и в условиях удаленки они прекрасно себя чувствуют, они нормально справляются и хорошо выполняют свои задачи. Ну, собственно, вот, также среди моих друзей и знакомых из IT-сферы очень много интровертов, для которых коммуникация излишняя, это всегда утомительные действия, и они не хотят, они, естественно, не хотят лишний раз общаться с командой, не хотят лишний раз участвовать в митингах различных и так далее, то есть нужно их понять и просто создать для них комфортные условия, тогда они будут более лояльны к вам, поверьте, они, несмотря на то, что у них нежелание общаться с людьми, им регулярно приходит куча офферов, у них есть в любой момент возможность сменить работу, но тем не менее, если вы относитесь к ним с пониманием, если вы помогаете, если вы создаете условия, то они будут для вас к вам лояльны и будут оставаться с вами надолго, по крайней мере, я знаю, что 30-40 процентов таких специалистов хотят работать в комфортных стабильных условиях на одном месте и не искать себе работу. Так, 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 ну, на самом деле, мое выступление не такое большое, хотела поделиться вот личными лайфхаками и наблюдениями и, возможно, ответить на ваши вопросы, порассуждать, какие способы есть у вас, чтобы бороться с ростом зарплат на рынке и как вы справляетесь, если ваши бюджеты не соответствуют рыночные ситуации. Да, вот, кстати, интересный вопрос, последний я вижу в чате, как правильно дать конструктивную критику, обратную связь сотрудникам с биполярным расстройством, как контролировать стресс? Знаете, есть ведь такая вещь, как письменная коммуникация, с данными специалистами, возможно, общаться по зуму и в режиме живого общения не стоит, возможно, с ними стоит перейти на письменную коммуникацию и договориться на те условия. Хотя у вас запись у меня уже еще не было, где? Да. По-моему, у меня 13 тысячи какого-то. Да. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . . . . . Спасибо. . Раз, раз, раз. Дальше. Спасибо. Наташа, вас слышно? Да, я понимаю. Я понимаю. Да, все. Появился звук. Коллеги, слышно, видно? Отвисли? Напишите, пожалуйста. Да, отлично. Приношу извинения, это, видите, вопрос технический, да, тут шутили на тему айтишников, которые борются с разговором, с борьбой против их роста зарплат. Спасибо. Наташа, вам вопрос, как вы узнаете о заболевании, в том числе и о психических расстройствах? Наташа, слышите вопрос? Наташа? Так, да, все, теперь я тоже слышу, Валерия, можете еще рассказать, потому что я ранее вас не слышала. Да, вопрос, как вы узнаете о заболеваниях и психических расстройствах? Они чаще всего сами об этом говорят. По крайней мере, знаете, у меня был конкретный случай, когда у меня разработчик прошел три этапа собеседования, и уже мы делали ему оффер, и он на последнем этапе сказал, я прошу прощения, что не сказал ранее, но у меня биполярное расстройство. Тогда мы не смогли взять его в штат, потому что он должен был работать на территории заказчика, это аутсорсинговая компания была, и с этим реально могли бы возникнуть проблемы. Но мы поддерживали с ним связь, и когда была возможность взять его удаленно, мы его наняли. А так специалист, он просто первоклассный, потрясающий, и чтобы вы понимали, в плане обратной связи он сам говорит, когда у него кризисы, и в этот момент мы переходим на письменную коммуникацию, не на устную, не на Zoom, не на видеотрансляции, на письменную коммуникацию. Человек нормально воспринимает ситуацию, критику, обратную связь в этот момент, если письменно ее преподносить. Прекрасно, спасибо. Задают вопросы еще, как помогаете в адаптации, потому что выходное интервью не показывает узкие места, плохо дают, неохотно дают выходные интервью. Как помогаете в адаптации? Как помогаем в адаптации? Конечно, всегда в адаптации помогает коммуникация. Единственное, нужно сразу обозначить правила, по каким правилам мы будем вести коммуникацию. Если это специалист обычный, нормально, у него нет с этим проблем, то это, естественно, там митинги, определенные встречи. Первое время, как правило, лучше проводить каждые три дня такую встречу, проводить различные опросы. Нужно заранее договориться с бадди, либо с наставником проекта, либо со специалистом, который отвечает за ввод данного специалиста в штат, как он будет себя вести и по какому плану он будет вести коммуникацию с новым специалистом. Потому что в первое время всегда не хватает информации, паника, страх, всегда не хватает коммуникации, заботы. Кажется, что ты брошен, никому не нужен, а стоит ли вообще приходить в эту компанию и так далее. Страх, что ты не справишься, страх, что ты не переваришь такой большой объем информации, ничего не понятно. Ну, то есть, тут важно человека окружить заботой и дать ему важную информацию, ответить на вопросы, общаться с ним. Вот и все. Я думаю, самый универсальный способ. Но в каждой компании настроено это по-разному, в зависимости от размеров ситуации и от возможностей компании. Еще спрашивают, если период депрессии затяжной, например, на несколько суток, да, и задачи не закрываются. Что с этим встречались и что делаете? Да, да, с этим встречались, но, знаете, тут я больше встречалась даже не у разработчиков с такой ситуацией. У меня хорошие продавцы в такой ситуации бывают часто. Смотрим, кем мы можем закрыть данный вопрос. Также перекидываем задачи на другого специалиста. Данного специалиста отправляем в отпуск, отправляем отдохнуть. У меня была ситуация, когда мы одного специалиста, он был ценен, у него была хорошая экспертиза, мы отправили его отдохнуть на полгода. Представляете, на полгода. Для нас тогда была большая проблема в том, чтобы морально к этому, наверное, подготовиться. Полгода – это очень большой срок для работодателя, но он был настолько ценен, важен для нас, что мы пошли на этот шаг. Была ситуация, ну, а чаще всего бывают ситуации более простые. Отправляешь специалиста на неделю, на две недели в отпуск, либо даешь ему возможность отдохнуть, заняться чем-то еще и так далее. Была ситуация, когда мы приглашали психолога для консультации, но она была не конкретно под одного человека, а мы скорее делали онлайн-метапы для людей, которые работают у нас в высоком темпе, у которых могут случиться кризисы, чтобы они дали определенные инструменты, как бороться с апатии, с депрессией, с кризисами. И, кстати, ну, многие после этого благодарили, сказали, что им частично эти советы помогли. Вот. Супер. Ну, вот давайте последний вопрос. Оплачивается ли этот отпуск и плюсуется ли он к основному или за счет чего этот отпуск? И дальше мы уже вас тоже отпустим и перейдем к спикеру. Смотрите, да, да, я работаю в компании, в компаниях всегда, которые считают деньги. Как правило, если есть возможность использовать основной отпуск, то, конечно, используется основной отпуск, потому что это и компания тоже выгодна, если человек идет в основной отпуск. Если настолько затянулась депрессия либо ситуация, что человек отгулял свои отпуска, а далее, ну, и не восстановился, договариваемся на какие-то отступные, либо договариваемся на отпуск за свой счет. Вот. Ну, вот. Все от ситуации зависит. Если мы понимаем, что у человека нормальная финансовая ситуация, то договариваемся на отпуск за свой счет. Если понимаем, что ему все же нужны деньги, то мы выдаем ему какие-то авансовые, ну, то есть авансовые выплаты. Либо в счет премии, в счет будущих задач, если сотрудник на это, конечно, согласен. Понятно. Спасибо огромное, Наташ. Было прям реально и интересно и полезно, да, и такой свежий, неожиданный взгляд, да, для многих, для меня и для наших клиентов тоже. Спасибо вам огромное, коллеги. Я думаю, что мы можем поставить плюсики, Наташа, в качестве благодарности, да, спасибо. Вот вам пишут, что записали ряд инсайтов. Это было очень полезно. Я думаю, что если коллеги захотят, они найдут вас в социальных сетях, вряд ли вы так покрыты. Да, я всегда за дружбу, всегда за общение. Легко, да, дам совет, либо порекомендую что-то, если нужна информация. Да, на экране ваши контакты, с вашего позволения мы пришлем их участникам, да, вместе с презентацией. Так что, коллеги, вы сможете пообщаться с Натальей, если надо. Да, запись мебинара будет. Спасибо, Наташа, огромное. Я с вами раскланиваюсь, потому что, коллеги, все, у кого назначены встречи в 11, 11, 20, я вам сочувствую. Мы однозначно не уложимся во время, потому что у нас еще два удивительных спикера. И я вам представляю нашего второго спикера, замечательного Ирину. Ну, Ирина работает в компании «Программный продукт», и когда писали про количество офферов у кандидатов и про отклонение офферов, я как раз улыбалась, потому что я вспоминала наш опыт с вами, Ирин. У нас в какой-то момент, какой счет был, 11-1, да, по-моему, у нас было отклонено 11 офферов, пока мы, наконец, вывели человека на работу, поэтому, да, это, в общем, прям беда такая известная. Как боретесь, как справляетесь с гонкой зарплаты, со всем этим вам слово, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Очень увлекательный предыдущий спикер был. Я где-то даже предвосхищу, повторюсь, чтобы ответить на вопросы, я все читала. Немножко обо мне. Я Аллорин Каваирина, с 2006 года я в IT. Вот, сейчас я HR-директор, 6 лет в компании «Программный продукт», еще я ментор, коуч, командный коуч, карьерный консультант. Давайте немножко расскажу о компании, чтобы вы понимали наши масштабы. По стекам у нас C-Sharp, C++, Python, Java, немножко RASTA. Сейчас мы входим в топ-20 крупнейших IT-интеграторов на рынке с 2002 года. Крупнейший разработчик программного обеспечения. У нас есть и заказная разработка, конечно, и львиная доля – это госсекторы. Есть у нас и VR, и Big Data, и нейросети. Специализируемся и на медицине, образовании, транспортных проектов очень много. Поэтому мы такие большие, нас больше 700 человек, мы постоянно растем, развиваемся в регионах. И вот тут была затронута тема регионов, я вот немножко о ней расскажу. Какие вопросы сегодня будем с вами обсуждать? Я подниму вопросы индивидуального подхода, как мы это делаем и как мы индексируем зарплаты. Немножко расскажу вообще про COVID, почему-то мы об этом не говорим в этом году. Это очень важно, этот год, посмотреть, какие цифры, есть ли изменения вообще по прошлому году. Я делаю аналитику ежегодно и смотрю, на что стоит обратить внимание. При этом мы ежегодно проводим аттестацию сотрудников, мы тестируем сотрудников, смотрим мотивацию, вовлеченность по различным факторам для того, чтобы подстраиваться и быть гибкими. Расскажу немножко, как вообще бюджетируются проекты у нас и вообще, чем мы удерживаем, и о роли Team Lead. Да. Первое, что хочу сказать, что, конечно же, у нас пылесосится рынок. То есть есть там зеленый гигант, есть банки, которые ежегодно пылесосят специалистов. Но я могу сказать это как гордость. Вот большая часть специалистов все-таки у нас с нами долго. То есть это более трех лет, есть специалисты, кто с нами пять и семь лет, есть даже те, кто и десять лет с нами. Поэтому важно вот именно упор делать в том числе на нематериальную мотивацию, индивидуальный подход. Потому что бороться, да, можно, но лучше просто смириться, принять и искать иные пути, иные фокусы внимания. Потому что индексировать зарплаты в любом случае нужно. Вы пишете там, вот и джуниор, вот и меньше. Зарплаты индексировать нужно. Нужно понимать, почему происходят контроферы, да. Почему уходят специалисты из той или иной команды. Это не всегда зарплаты. Потому что когда идет смена зарплат, первое, что они идут к своему руководителю, они идут к ЭЧАРу и обсуждают эти моменты. И если мы не готовы с этим справиться, увеличить или ротировать, тогда мы вынуждены отпустить. Но это, как правило, суммы, касающиеся 50 и 100%. То есть если так мы не можем внутри увеличить оклады, мы тогда спокойного отпускаем. Потому что рядом с ним сидят еще 5-10 специалистов, получающие на порядок ниже. И вообще разговоры о зарплате у нас конфиденциальные, и не приемлются, чтобы они обсуждались в открытую. Итак, вот что касается 19-го и 20-го, вот 21-го года. Я сравнила два года и посмотрела, что мы, как ЭЧАР-департамент, закрыли столько же вакансий. Именно как ЭЧАР-департамент. Это не кадровые агентства. Мы привлекли порядка трех новых кадровых агентств. Вот, Визави очень сильно в этом году нам помогала. И эта цифра независима той цифрой, которую взяли мы сверх. То есть как департамент мы справились хорошо. У нас был рост проектов, это правда. Если рост проектов, рост портфелей, то можно как-то диверсифицировать. То есть это плюс, конечно. Я посмотрела по откликам. Если с 18-го на 19-й они увеличились, то сейчас немножко они снизились, но при этом увеличились просмотры. Увеличился чистый прирост, очень снизилась текучка. Если убрать тех специалистов, вот тут обсуждались, которые работали в течение первого года, это нормально. Я за шесть лет делаю статистику. Отток идет первый год, самый большой, полтора, но максимум два. После двух лет идет прикипание именно к теплой атмосфере. У нас есть вот несколько факторов, которые айтишники обозначают. Это проекты. То есть первое, что их удерживает, это реально проекты федерального уровня. Это проекты, которыми они могут гордиться. Они статусные проекты, и они очень ценятся. И второй момент – это теплый, мягкий, классный климат. Здоровский темлит, прекрасный РП. И плюс-плюшки, которые я буду рассказывать. Так, текучку рассказала. Меньше закрыли на 3%, это в целом вакансии. То есть закрыли, сколько необходимо было, столько и закрыли. И если посмотреть, сколько мы закрываем сеньора, а мидла, как у всех, сеньора там полгода плюс мы можем закрывать. Мидла мы можем закрывать в среднем 3 месяца. Джуниора месяц. Вот по джуниорам хочу сказать, что мы упор делаем уже 3 года на HR-бренд в рамках вузов. У нас преподают в вузах. Из вузов мы берем студентов. Мы сотрудничаем с 4-мя вузами по практике. Мы преподаем в вузах и оттуда берем, это вот, например, мои, берем оттуда специалистов. То есть мы их привлекаем, мы участвуем в различных хакатонах с ними, как эксперты. Семинары о компании, о привлекательности бренда читаем. И, соответственно, к нам идут специалисты. Плюс у нас есть кафедра, там информационные безопасности. Оттуда вообще большой поток специалистов идет. То есть вот я бы упор делала еще на это. И это много сил затрачивает, времени, но дает свои плоды. Плюс студенты вас узнают. И вот мой вклад в HR-бренд где-то 4 года. И нас слышали мы на слуху. И студенты мы в Future Today принимаем участие. Ну, как бы это очень здорово, потому что ваш бренд должен быть тоже узнаваемым, если вы тоже маленькие. Так, что еще? Вот очень круто я посмотрела. Мы на 200 собеседований, меньше в этом году провели, при взятии того же количества специалистов. И я сделала вывод, что на удаленке решения принимались быстрее, четче, собрались люди лучше. Я заметила, что вообще включенность, вот это 24 на 7, вот этот период до работы и после у нас, наверное, процентов 40 работает не в Москве специалистов. То есть это полтора и два часа езды. И вот это время экономии дало свои плоды. Что еще? Мы делаем различные события. У меня здесь прям огромнейший медиаплан событий. Я запланировала в этом году, там 110 событий, 89 у нас состоялось. Ежегодно мы делаем проекты. Это и проекты, ивент-проекты внутренние, я о них расскажу. Это проекты и внешние, различные там выставки, хакатоны и так далее для привлечения специалистов. Вот. И это проекты автоматизации для того, чтобы специалисту было легко и доступно получить там справку, подпись, ну, чтобы это все было автоматизировано, у нас вот буквально в этом месяце накатится новый проект адаптации. Это ему проект полтора года разработки. Соответственно, мы следим не только в рамках там вот коммуникации, опросов, наставничества и постоянных вот этих пульс-опросников. Мы это все еще автоматизировали и будем собирать статистику, аналитику. То есть у нас есть определенные на испытательном сроке опросы, этого недостаточно. Нам нужны маркеры, мы за этим хотим следить. Поэтому все проекты, аттестации тоже у нас автоматизированы. Мы смотрим изменения, да, ежегодные. Мы видим, сотрудник сам видит все изменения. И мы следим за то, чтобы там и грейд был, ну, автоматизация такая штука, что при накатке новой автоматизации, да, изменений могут слететь какие-то позиции. Вот мы следим для того, чтобы, если руководитель обещал изменить должность, это тоже очень важно, то должность была изменена и грейд был изменен. Грейды у нас привязаны к определенным бонусам. Вот тут говорили о картах. У нас тоже есть, кстати, карты. Мы сотрудничаем с командой Содексо. Карточки у нас от номинала 1000 до 15. То есть, ну, я не буду раскрывать, какие бонусы, сколько, да, тысяч бонусируется. Содексо нам очень удобно, поскольку ранее мы покупали различные вот эти подарочные истории. То есть, это карта, там, в детский мир, это карта, там, еще куда-то. Сейчас у нас в соцпакете это любые виды обучения. Это Skyeng Flow. Это вот карты, причем вы можете свой бонус потратить на обучение, и компания вам индексирует его в два раза. Вот. А фактор обучения для нас очень высокий. Мы в этом году, в прошлом, ну, в прошлом году обучили 150 человек, позапрошлым 250 человек обучили. Почему мы фокус внимания на обучение как нематериальную мотивацию направили? Потому что это вылезло в аналитике. Первый фактор – это вот социальные все вопросы, да, безопасности и зарплаты. А второй был фактор именно образования, да. И вот мы на это направили свой фокус внимания. У нас есть семинары внутренние, у нас есть спикеры, которые приезжают в семинары, читают. У нас есть школы, у нас есть бартерные школы. Плюс у нас есть обязательная сертификация. Мы следим, чтобы все специалисты были покрыты сертификатами. И собираем группы, обозначаем даты и, соответственно, всех сертифицируем. Это все заложено в бюджет. У меня есть карточка бюджетная, как у HR-департамента. И все позиции бюджетные, они заложены заранее мною. Мною заложено на год вперед все события, и это все забюджетировано. И в рамках этого бюджета я действую. То есть это все не… Если бюджет меняется, то есть я могу перераспределить, пересогласовать в рамках этого. Так, что еще про перекупают? Я тоже хотела сказать, что да, действительно перекупают. Это, особенно мы столкнулись в этом году, те люди, которые еще не прижились, не прочувствовали, было пару специалистов, но не более, которых перекупили порядка на 50-100%. И это были регионы. Но я вам скажу, внутри интервьюирования очень много маркеров выскакивает, где мы себе пометки делаем в Естафе, что вот тот или иной специалист может иметь тенденции к перехождению в новые, да, там, РУС. Так, идем дальше. Идем дальше. Что было в ковиде? И мы, как и все, подстроились, я вообще скажу, что мы круто прямо, я горжусь нашей командой, нас так много, и мы так гибко, быстро перешли на удаленку. Мы разработали, как и чары, определенные требования. У нас были дежурные, у меня была дежурная Света Розниченко, если ты меня слышишь, ты просто спасла весь наш этот год, потому что она была практически там каждую неделю. У нас были дежурные курьеры, у нас были дежурные те, кто ездили, развозили документы, все было автоматизировано, все были покрыты допниками. Но это было непросто, но мы справились с этим. Мы разработали рекомендации, мы повесили различные плакаты, плакаты повесили на наш портал, у нас вообще портал покрыт разными инструментами. Мы проводили онлайн-семинары по психологическому климату, по копинг-стратегиям, тестировали сотрудников, как-то пытались их оживить. И расскажу еще там, дальше покажу картинки. Задействовали все информационные платформы. У нас был проект по психологическому благополучию, мы в нем участвовали, подстроились. И под это психологическое благополучие попытались построить вообще всю среду. Самое крутое, наверное, что мы ведем всех ковид-больных, я знаю каждого. У меня есть список всех переболевших. Мы тестируем ежедвух недель на всех антитела, кому это необходимо. Наверное, мы покрыли обычными тестами, наверное, человек 400, то есть тестами такими не на антитела, а экспресс-тестирование. Сейчас покупаем снова, они у нас просто закончились. И покрываем на антитела IGIM. Вот каждые две недели тех, кто переболел, при этом следим за динамикой. И всех тех, кто болеет, ПЦРами покрываем. В общем, это все оплачивается компанией. Мы знаем каждого. У меня 24 на 7 связь с врачами. Я перевожу, прикрепляю родственников, даже родственников. Консультации. Обязательно проводим консультации. И в пике, вот пике был март, апрель, май был пиковый. Потом была очень пиковая. У меня октябрь, ноябрь. Это бесконечная помощь и поддержка. Наверное, это одно из ключевых факторов после комфортного климата и команды. И плюс проектов, которыми они гордятся. Я не читаю, не отчат. Я просто не успеваю. Я тогда уйду со своей мысли. Прошу прощения, отвечу потом. Контроль и микроменеджмент – это обязательно. Я сама как руководитель включилась. Я проводила, наверное, полгода ежедневно сборы команд онлайн. То есть это самомотивация, самокучинг. Он очень необходим, потому что руководитель сам находится в этой среде. Ему самому нужно включиться, собраться. И собрать всю команду, вовлечь ее, вдохновить. Это еще такое сильное дело. И вот руководители включились, и это большое тоже им спасибо. Все спринты, все вот эти работы были сделаны. У меня есть руководители, которых я вела как коуч. Я вела и внешних некоторых менеджеров. И я могу сказать, что вот я вижу динамику. Это очень помогало собраться и с графиком своим, и вообще с фокуса внимания просто собраться. Иногда кажется, что зачем каждый день нужна вот эта включенность руководителя. Ну, можно и пропустить неделю. Но вот график, постоянство некое, оно помогает в новых условиях. Давайте быть честными, в новых условиях. Вот у нас гибридный график сейчас. Наверное, в этом гибридном графике мы останемся. Нужно жить, и мы подстроились. И помимо зарплат вот это фактор очень важный. По зарплатам. Я замечаю тенденцию роста зарплаты, это 20%. И я не просто так написала, что это молодые кадры. То есть вспоминая там наши оклады, это 10 тысяч, когда мы начинали работать с вами, то сейчас это порядка 40-50 тысяч рублей. Это те спросы молодых специалистов. Если это Javis, то это может быть 100-110, молодой специалист. По окладам. Действительно, оклады растут. Мы берем аналитиков. Ну, то есть топ-3 наших позиций. Это аналитик, это РП, руководитель проекта, это разработчик. Легче всего индексируется, и мы можем взять специалиста, это дотнет. Труднее всего это Java. То есть Java растет, ну, просто баснословно. В этом году он вырос на 150 тысяч рублей. Поэтому мы сохраняем всех Java, которые есть у нас, и мы растим их. Мы берем вот с вузов и растим молодых специалистов. Другого выхода нет. Второй выход – это у нас субподряды. Мы активно пользуемся региональными офисами, но при этом все равно даже региональные офисы в этом году у нас есть оттока, потому что они были перекуплены на 100, где-то в районе 100 тысяч рублей плюс они были перекуплены у нас. Вот, поэтому, то есть даже регионы уже не спасают на начало 21-го года. А прошлый год, 20-й год, конечно, регионы нас спасли. Вот, потому что большая часть интервью, интервьюирование было онлайн, и вот визави подключили полностью для нас региональный подбор, и мы много специалистов взяли из регионов. Это правда. Раньше вот такая удаленка для нас была невозможна. То есть это было 2-3 точечно. Как правило, эта работа была офисная, либо это субподряд в другой региональной организации. То есть сейчас мы уже дошли до того, что мы берем региональщиков, которые сидят дома. Вот, для нас тоже прорыв зума и скайп-интервью. Для кого-то это, возможно, не прорыв. Для нашей компании этот год – это реальный прорыв. Мы интервьюируем сейчас, продолжая, несмотря на то, что офисная работа началась, удаленно. Это нас спасает, вот, снять всех кандидатов. Плюс у нас два этапа. Это тоже хорошо. Мы всего собеседуем два этапа стараемся. У нас есть регламент ответа. То есть не более трех дней у нас мы ждем ответа. Вообще это один день от специалиста, к которому пришла подборка. Если к вам пришла подборка, как руководители, и вы не ответили, то эта подборка переходит в другие департаменты. У нас проектные офисы, поэтому они матричная система, и поэтому у нас есть приоритизация тех проектов, которые срочно, важно, там ушел специалист, и все горит. Вот, тех проектов, которые необходимо быстрее и срочно, по срокам мы не успеваем. Вот, и есть, конечно, проекты, это вот где сроки и границы просто стерты. Потому что сидят, ну, это уже поднималось, что мы не можем покрыть зарплатой специалистов. То есть за такой оклад не можем найти специалиста, и увеличить ему оклад мы не можем. Поэтому сроки растут, и сам руководитель вынужден интервьюировать очень много. При этом требования к кандидатам достаточно высокие. Ну, я бы сказала, очень высокие. Скорость принятия решения, я вам обозначила, она выросла. У руководителя у нас поделились на два клана. Либо он говорит, что они расслабились, работают плохо, либо он говорит, что они работают 24 на 7, отвечает больше, быстрее, вовлечен. Если спросить, вообще посмотреть на реакцию именно разработчиков, они, конечно, недовольны, что их выпустили в офис. Ну, мягко говоря, недовольны. Поэтому вот гибридный график нашего варианта, то есть определенные спринтовые дни. Почему они недовольны? Ну, надо понимать, что их вытащили из тепличных условий, где они привыкли к своему столу, к своей машине, к своим наушникам. Плюс у нас очень семейная компания. У нас более 450 детей в районе 12 лет и порядка 550 детей до 18 лет. Вот, то есть у нас семейная компания и возраст 34 года. Еще хотела сказать, у нас есть паспорт здоровья. Вот мы следим тоже за здоровьем сотрудников. И я могу сказать, второй год идет именно упор на проблемы нервной системы. Второе – это опорно-двигательная, а первое – это нервная система. Поэтому у нас есть определенные события, которые я дальнейше хотела рассказать. Но давайте сейчас расскажу. У нас есть психолог, который принимает два раза в неделю. В COVID он принимал онлайн. У нас есть врач в офис, который принимает один раз в неделю, весь день. У нас есть массажист. В COVID массажиста не было. У нас есть лекции по психологическому здоровью, по мозгу, по развитию, по опорно-двигательному и так далее. У нас читают лекции психологи. Но это очень важно. То есть мы на это обращаем внимание и вообще на состояние человека. То есть если есть какие-то вот эти нюансы, он идёт либо сам, либо вот ко мне направляет этого человека. Я провожу беседу. У меня есть несколько тестов, которые я отдаю бойко по эмоциональному выгоранию и БЭК по депрессивным состояниям. И да, у нас были случаи в этом году. Два случая. Один случай, да, увольнения было. То есть там шкала зашкаливала БЭКа. Да, у человека было серьёзное расстройство нервной системы. И полгода оплачиваем отпуск, он отказался и не пошёл на это. А так это, как правило, увольнение. Помочь даже полугоду мы не можем. Про вот разговаривали Бали и так далее. Таких случаев у нас единицы. Два всего случая. Один случай. Человек полгода работал в Таиланде. Он целенаправленно уехал и, ну, сообщил, уехал. Работал менее эффективно. И по итогу COVID, когда вот удалёнка закончилась, он уволился. Вот так вот. Включённость, вовлечённость коллектива говорила. Готовность помогать. Мы HR готовы помогать. Каждый руководитель готов помогать. И у нас очень приятная, гибкая привязка всех HR-ов. В моей команде 8 человек и двое в декретном офисе, но они всё равно в моей команде. Они помогают и участвуют. Это тоже очень важно. Мы декретные позиции сохраняем. И IT-специалисты, в основном женщины, это аналитики. Несколько есть разработчиков. Мы готовы всегда видеть наши ряды снова. Но, может быть, тоже это важная информация. Процессы ускорились и так далее. Про бюджетирование давайте расскажу. Первое у нас карточки проекта. У нас каждый проект забюджетирован. У нас более 100 проектов. И вот это и плюс, и минус. Потому что если вы не забюджетировали рост и зарплата, это было в начале ещё, когда я приходила в компанию и не поискали до того, как принять решение о том, что проект мы берём, то мы просто не можем бюджетной этой карточке по зарплате соответствовать. То есть нам приходит на выходе вакансии, в ней указана определённая зарплата, на какую мы просто не в состоянии, вот визави с нами давно, найти специалиста. Но это забюджетировано в карточке. Соответственно, никуда не деться. Вот. Поэтому самое крутое, когда у департамента есть портфель проектов, и он может как-то в этом плане грассировать. Мы подстраиваемся под изменениями, мы анализируем, показываем аналитику руководителя, моя аналитика запрашивается. Индивидуальный подход – это о том, что мы действительно следим за тем, чтобы если мы зарплаты не можем покрыть, мы увеличиваем бонус, мы добавляем парковку, мы добавляем проездное, мы добавляем ДМС для родственников, для жены, для детей. Вот. То есть этот бонус мы увеличиваем. Вот. И... Ну, как бы индивидуальный подход – это не только про зарплату. И увеличиваем грейд, и премируем премиальный фонд, предупределяет директор департамента, и он может переспределить на того или иного специалиста, заранее поняв, чтобы ему увеличить индексацию. Валерия, вы включились, я не успеваю? Да? Да, к сожалению. Я сейчас тогда прям быстренько, да? Да, если можно, давайте прям по диагонали пройдемся. Окей, окей. Уже из того объема, что вы рассказали, я вижу, что людям прям очень интересно, потому что задают вопросы, что такое портфель проекта, и поподробнее, как психолога, потому что это важно. Я вижу, коллеги, что вы пишете, что очень жалко и интересно, я понимаю, но сейчас у нас с вами 11.25, у нас еще третий спикер, а я понимаю, что нас почти 300 человек. Мы сделаем запись, но многим очень надо на какие-то встречи еще что-то, поэтому мы хотя бы до 12 должны уложиться, и я прошу прощения, что я прессую. Если будет прям очень важно, то мы просто попросим Ирину отдельно поговорить с нами в какой-то другой раз, да, там запланируем время, если это важно. И кроме того, мне кажется, что, Ирина, вы тоже контакты, да, по-моему, оставляли, и мы в презентации вам пришлем, поэтому вот я вынуждена просить, Ир, буквально 3-5 минут еще, ладно? Да, ну вот роль Тимлида очень важна. Он участвует и в сеньорах, и медлах, и джунах собеседованиях. Поэтому обращайте внимание, он сам аферит, он сам звонит. Это было тоже непросто, но сейчас это есть. Он прочитал вопросы открытые, вот эти из-под ковырок, и сильно участвует. Давайте прям быстро покажу, какие мы сделали события в этом году. Мы делаем ежегодно кучу событий, и не могли подвести свой персонал, поэтому мы соблюли все те же события, которые ежегодно делаем, даже увеличили. Просто мы ушли в онлайн. У нас есть Telegram-бот, и там куча общательных чатов. Безумное количество. У нас есть своя внутренняя, мы создали ее специально не просто ППР, соцсети, а ППР только для сотрудников. И там есть конкурсы, ежемесячные конкурсы, общения и так далее. То есть там мы подпитываем, эмоционально всех поддерживаем. Мы представлены... Вот про психическую разгрузку вам рассказала. Про тесты вам рассказала. У нас есть зарядка онлайн, сейчас она прекращена, только есть йога онлайн, два раза в неделю, скайп-встреча. У нас есть рассылки, это вот наше детище, это дайджест, вот буквально недавние рассылки. У нас есть инфографика, я вам тоже рассказывала, вот так она выглядит. У нас есть мероприятия, обязательные, всегда, обычно это были оффлайн мероприятия, летний, зимний. Сейчас это было два хакатона, один мы как спикеры мои, один хакатон дата-сайентистом, был наш хакатон, это 137 участников, 19 городов, и делал это тоже HR. Совместно с компанией «Акселератор возможностей». У нас проводятся различные акселераторы, мы разрешаем преподавать, мы разрешаем участвовать в своих проектах, если есть на это возможность у айтишников. Мы провели квиз онлайн, это была май, мафию провели онлайн, доходимость была одна треть, честно вам скажу, одна треть. Зимние онлайн мероприятия, доходимость была одна вторая. Мы соблюли все награды на 5-10 лет, мы сделали ролик ежегодно, мы делаем ролик 50 плюс участников. Сейчас мы собрали всех в офисе, кто мог участвовать в этом ролике, можно посмотреть на YouTube-канале. У нас есть вот такие замечательные геймики, которые мы вручаем за лекторство. Вот у нас есть ёлка, вот офлайн ёлка, подарки детские. Это анализ мотивации я вам показала, как мы анализируем. У нас вовлеченности с HR-сканером сотрудничаем, геймификация показала вам различные места. Вот ты не просто участвуешь, у тебя еще есть ачивка, что ты участвуешь, у тебя еще есть подарок, у тебя есть свитшот, у тебя есть бутылка. У нас все это, у нас есть свой бренд HR, там, люблю программный продукт. У нас есть спортивные команды, у нас был турнир по теннису, шахматы, волейбол не смогли. Было два FIFA, был один FIFA, был один Counter-Strike по киберспорту, амбассадор в моей команде, Саша, привет. Я проводила командные встречи, вот как командный коуч, и в этом году у меня тоже план по внедрению этой истории. Спасибо вам большое, и могу вам сказать, одной зарплатой вы не решите, вам нужно быть классными, гибкими, современными, вам нужно подстраиваться под тенденции рынка, вам необходимо вот гибридный график, использовать все форматы современные, быть в тренде маркетинга, да, и диджитал. Если вы не здесь, то вы просто не успеете, то есть HR должен быть очень быстрым. Наш шаг впереди у вас, стратегия была и должна быть. Спасибо вам. Спасибо большое. А вот тут уже ответили на вопрос про численность, вот Александр отвечает, про численность просили еще буквально два слова сказать, что такое портфель проектов. Объясните, пожалуйста. Вы говорили, что нужно, чтобы был портфель проекта. У нас есть направление, вот медицина, транспорт и так далее. У нас есть четкое распределение внутри компании по департаментам, которое специализируется на том или ином направлении. Поэтому портфель проектов это портфель одного направления проектов, вот, и вот там можно, соответственно, грассировать. И именно по технологиям также внутри портфеля у нас распределяется. И вот ротация между портфелями практически невозможна только внутри портфеля. Спасибо, Ир. Я думаю, что отличным завершением будет фраза, которую вам написали. Спасибо, будем знать, что идеальные работодатели все-таки существуют и будем стремиться, написала вам Екатерина. Вот, я хочу вам сказать, коллеги, что да, это одно удовольствие сотрудничать и подбирать персонал в компанию, про которую можешь рассказать столько всякой красоты, да, всякой красоты. Спасибо, Ир, вам огромное. Я с вами раскланиваюсь. Я думаю, что коллеги, если захотят, также найдут вас в социальных сетях. Вот мне пишут, что звука нет. Поставьте плюсы. У кого-нибудь я есть? В смысле звука. Со звуком есть. И я приглашаю Дениса. Это наш финальный спикер, да. Денис, я надеюсь, вы здесь. Подключайтесь, пожалуйста. Денис из компании лаборатория Касперского, да. Денис, в общем, слово вам. Я передаю вам слово. Подключайтесь. Денис, как вы решаете эти вопросы. Сейчас коллеги Денис подключаются, я вижу. Нагрузка на технику выдерживает хуже, чем люди выдерживают нагрузку. Какие-то шуршания я слышу. Денис, произнесите что-нибудь, пожалуйста. Нет, не вижу. И не слышу. Попробуйте, пожалуйста, перезагрузиться. А меня все еще слышно, да. Я так понимаю, что меня слышно. Видимо, пока подгружается. Да, сейчас, давайте прям. Значит, это не на площадке, значит, это у Дениса. Я почему уточняю, да, чтобы понимать. Вот сейчас Денис отключился и подключится еще раз. У него тоже очень любопытная история. Совершенно, совершенно с другой стороны. Подходящая, потому что информационная безопасность для тех, кто в теме, вы понимаете, что это одна из самых болезненных тем, которые есть на сегодняшний момент в IT. И по прогнозу в ближайшие годы дефицит, это со слов Дениса, дефицит специалистов по информационной безопасности в мире будет составлять порядка трех с половиной миллионов. Если интересно, Денис скажет, откуда у него эти цифры. Я не помню, я помню, что он называл их, когда мы общались. И вот коллеги пишут, что у провайдеров проблемы. Может, выключение интернета тестируют. Ой, не хотелось бы, Роман, чтобы оказались правы. Это, конечно. Другая тема. Насчет информационной... Эта музыка и навеяла про информационную безопасность, пока Денис подключается. Я видела про выступление Медведевой, читала и ужаснулась, надо сказать. Ну вот, продолжаю. Значит, если 3,5 миллиона потенциальный дефицит специалистов по информационной безопасности, то мы с вами понимаем, что борьба за них идет жесткая, мягко говоря, да, а специалистов там меньше, чем наших любимых джористов, да. Поэтому всегда найдется кто-то, кто предложит просто неограниченный чек, да, если это сильный специалист, да. И вот тут интересно, как борются ребята с этим вопросом. Сейчас мы еще 2-3 минуты подождем, пока Денис подключится. Давайте я... А я тут, говорит Денис. Денис, а вас не слышно, включайтесь. Что же нам с вами придумать-то? Что же там все включено? Ну, хорошо, я могу отключиться, если это поможет, но обычно вас не слышно. Юль, спасай нас, пожалуйста, что происходит. Можете листать себе презентацию? Да, листается презентация. Я тоже могу ее полистать. Я специально убрала свое видео. Тут присутствует Юля, которая техническая. Да, я, Валерия. Вот Юля говорит, что сейчас перезагрузят. Денис говорит, что у него все окей. Сейчас Юля попробует перезагрузить нашу конференцию, поэтому мы, видимо, сейчас там на какие-то секунды исчезнем, а потом вернемся. Да, Юля, давай. Денис, с телефоном на мой микрофон замкнуть можно. Денис, пишите текстом в чате у меня. Юль, кинь мне телефон Дениса, пожалуйста. Я его наберу. Да, сейчас я попробую сделать через телефон. Юль, если ты меня слышишь, то кинь мне, пожалуйста, телефон Дениса. Сейчас прям, коллеги, одну секунду. Пока мы определяемся, давайте я вам напомню. Сейчас, пока мне кидают телефон Дениса. Давайте я вам напомню, что у нас 18-го, я надеюсь, технических проблем не будет. И для тех, кто, может быть, присоединился позже, да, я напомню, что у нас 18-го будет мероприятие, на которое можно зарегистрироваться, да, с Дэвидом Яном. Вот я набираю Дениса сейчас. Денис, да, видите, что-то у нас никак не получается. Давайте попробуем, я буду листать. Коллеги, пока... Да, скажи... Я могу листать. Можете листать, отлично. Скажите, пожалуйста... Не, у Дениса все было открыто, потому что мы репетировали с утра и все проверяли, это какой-то технический сбой. Слышно ли Дениса, когда я молчу, а он говорит? Скажите, пожалуйста. Слышно ли меня? Здрасте. О, хорошо. Да, отлично. Но не видно. Но не видно. Ну, что теперь поделать, значит, будем жить в такой празднике. Как я выгляжу, нарисованно. Так, что я сделала примерно такой. Окей, всем привет. Я надеюсь, меня хоть так не будет слышно. Меня зовут Денис, я неичер. В смысле, я руководитель Костерской Академии. Это поднеделение работодателей Костерского, которое занимается обучением всем. Внешним, внутренним, продажами тренингов, продажами игр, пиара, кейс-део и всем прочим. Мы занимаемся тоже. Но я здесь сегодня, потому что в сферу нашей работы ходит... Меня слышно, как из колодца. Странно, потому что я говорю через AirPods, через AirPods. Меня так не давно не слышно хорошо. Сейчас, подождите, подождите. Не очень хорошо слышно, а это плохо. Это означает, что мы... А вот кто-то пишет нормально. Дайте еще парочку референсов, чтобы я понимала. Либо мы попросим Дениса и перенесем... Меня понятно, да, что нормально. Я понимаю. Давайте продолжать. Нормально слышно. Все. Да, не терпи. Хорошо. Давайте тогда... Знаете что, еще прям одну секунду. Не, не поможет. Давайте так продолжать. Да, как получится. Давайте продолжать. Если чего, я потом... Я сейчас могу писать. Такое тоже есть право сообщение. Ладно. Значит, так вот. И в сферу деятельности, как говорится, в том числе привлечения и внеджения молодых данных, которые, как говорится. Потому что вот ваш ответ, поскольку мы, так сказать, максимально солидарны с предыдущими спикерами в плане ростных зарплат и гонки зарплат на рынке IT, причем это происходит не только в России, это происходит глобально, и с глобальными компаниями иногда конкурировать, ну, мяско скажем, сложноватенько, мы все равно не решили пойти вообще по всем другим путем и начать для себя таланты не на рынке забирать, а их выращивать. Это, на самом деле, решили сделать некоторое количество времени назад. Ну, вот этой программой, о которой я сейчас буду рассказывать, как мы решили, указали этот годный зарплат, я ее принимаю, собственно, 4 года. И вот что у нас будет. Там есть анализ, анализ, администрирование, есть разработка, есть рост, есть тестирование. Ну, то есть там какие-нибудь наборы довольно... Стандартные там... О, у меня стало слышно. Ура! Ура! Я пропал. Нет, 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 все есть, все есть, отлично. Коллеги, а меня стало видно, что ли? Да, и видно, и слышно. Слышно? Я могу говорить вот так? Да. О, какое счастье! Прекрасно. Еще раз здрасте. Так, в этом году у меня это первая конфа, это довольно забавно. Ну, хорошо, все хорошо, что хорошо кончается. Или начинается в нашем случае. Так вот, возвращаясь к нашей программе стажировок. У нас за все время было нанято 389 специалистов, и из них по итогам стажировок, стажировка у нас годовая, 52 были приняты в штат. Это вот за все время. И из них 47% все еще работают в лаборатории Касперского. А вот это, что установлено Касперским пока немного подтапливает. Это, это, этой байке лет 20 уже, это неправда. Вот. Все. На этот комментарий я больше не отвечаю. Так вот, значит, возвращаясь к теме, значит, и, ну, то есть у нас довольно хорошее, как сказать, количество людей, которые у нас остаются в штате на постоянной основе. При этом НПС нанимающих менеджеров, это вот в этот год уже, в 2020, 76, это на самом деле круто, потому что в среднем он там равен, ну, даже в среднем по рынку примерно 45 при подборе IT-специалистов. И по отзывам, опять же, нанимающих менеджеров, 96 стажеров либо соответствуют, либо превосходят ожидания. При этом у нас каждый год конкурс на место растет. Вот в этом году он вообще был какой-то космический, составил 69 человек на место, но это такое прямо, это как в хороший вуз поступать. И прелесть всей этой штуки заключается в том, что, в общем, это позволяет нам платить зарплату абсолютно как бы в рынке, ну, как, я имею в виду на первом этапе, да, на этапе стажировки мы не платим каких-то там баснословных денег, да, у нас на стажировке не предусмотрен какой-то, ну, в смысле, там есть соцпакет, но он не полный. То есть, например, там для стажеров не предполагается полный ДМС. Нет гарантии трудоустройства, да, то есть мы говорим, что после годовой стажировки попадете вы или не попадете в штат, это зависит там от некоторого набора факторов, и это не гарантированно абсолютно, да, трудоустройство. Тем не менее, у нас, в общем, как я показал на предыдущем слайде, есть, как это, недостатков в кандидатах в данном случае не наблюдается. Причем, вот, если мы посмотрим на воронку 2020 года, у нас количество регистраций на, ну, регистраций на портале Safeboard Касперский.ру было больше 4-4 тысяч, из них у нас есть воронка, то есть у нас несколько этапов отбора. Они сначала решают онлайн-тесты, вернее, они решают общий тест, потом тест по направлениям. Эти тесты по направлениям, они-то, как в Гарри Поттере, играют роль волшебной шляпы, потому что мы не говорим, в какие направления мы вас рассматриваем, мы смотрим по решенному тесту, в какой профиль кандидата складывается. Дальше у нас есть хакатон, он у нас проводится в оффлайне, обычно в этом году мы провели его в онлайне, это, кстати, был интересный опыт. Потом мы приглашаем из, вот у нас было на хакатоне почти 300 человек, из них мы отобрали 122 на обучение, мы два месяца их активно обучаем, мы их и обучаем, и одновременно на них смотрим, то есть команды, нанимающие команды с ними знакомятся, потому что обучают их, собственно, непосредственно представители тех команд, где они будут работать. И дальше вот у нас сейчас пока 56 людей стали стажерами. И количество направлений у нас вырастает, потому что к нам все больше приходит из разных направлений внутри ЛК людей, которые сталкиваются с теми же самыми проблемами, которые мы обсуждали о том, что людей как бы мало, и их нет, поэтому у нас было 6 направлений, сейчас у нас их 13. Там добавилось и DevOps, и DevOps, и support, добавился UI UX, добавилось, добавилось, что еще было, господи, ладно, разработка на Haskell, ну и куча всего остального, мобильная разработка, ну и куча всего остального. Значит, и в итоге у нас получается статистика следующая, что сейчас из вот всех напора мы вырастили из стажеров 5 сеньоров, 63 медла, остальные все джуны, которые работают, но при этом вот тут пишут коллеги про бюджеты, я вам сразу скажу, это не стоит каких-то гигантских денег, вот вся программа стажеровых сейфбордов в год, она, весь бюджет этой программы, он примерно равен, ну, годовой зарплате одного медла, средней. И за, по цене одного медла мы получаем 58 специалистов, ну, мне кажется, этот размер довольно неплохой. Значит, первая в России работа на Haskell, ну, не знаю, первая ли, но да, у нас такое есть. Значит, и это дает свои плоды, здесь вот первое и очевидное возражение, которое я бы сам себе сказал, типа, ребята, а что вы, как бы, говорите про молодых специалистов, они же, вы набираете просто каких-то зеленых стажеров, которые ничего не знают, не имеют, их надо еще 500 тысяч лет учить, и потом они, может быть, что-то покажут. Нет, вот это, к счастью, вернее, это не так работает, потому что вот сейчас тут на слайде твит от Евгения Касперского, который был там пару-тройку недель назад, сообщающий о том, что наш сейфбордист, который в этом году к нам поступил, которому 18 лет, нашел, ну, как бы, если объяснить это просто, он, анализируя код зловредного программного обеспечения, смог найти паттерны, которые позволили связать его с конкретной группой злоумышленников и отнести их, найти пересечение между двумя типами зловредного ПО и таким образом так атрибутировать к определенной группировке вот этот зловредный сэмпл. И, собственно, это, на самом деле, это круто. Это работа очень, как бы, продвинутых, эксперт продвинутых уровней, это сделал вот 18-летний парень. Я, да, я сразу, давайте, я прям попараллельно реагирую на какие-то вопросы. Смотрите, ну, сила бренда – это недавность. Сила бренда – это среди, на самом деле, среди молодежи, например, да, в лаборатории Касперского, вот Яндекс, да, окей, хорошо, Яндекс, Мейл, может быть. Лаборатории Касперского, молодежи – это, то, что он котируется, это не просто потому, что когда-то кто-то сделал антивирус, да, это работа очень долгая, высиленная и попытка достучаться до определенной контингента людей. Я это знаю, потому что я в этом, собственно, ворюсь. Это не так просто, как может показаться, это совсем не данность. Приниматели студентов и после вузов, ну, да, мы после вузов тоже принимаем, но в 30 уже на стажировку сложно пойти, конечно, потому что, ну, мы все-таки ориентируемся на студентов бакалавриата магистратуры, у нас, но это, ну, просто у нас фокус другой, да, у нас фокус именно на работу, прежде всего, со студентами. У нас есть примеры, когда студентами являлись более возрастные кандидаты, да, и мы их тоже брали, то есть, ну, тем не менее, у нас все равно и фокус на вот те, кто вуз, либо сразу после вуза. Значит, по поводу, собственно, теперь, если чуть-чуть откатить назад, почему мы вообще за это взялись, то есть не ради того, чтобы как-то создать приятный бренд, просто все работают со студентами, давайте тоже работать, нет, потому что мы за это взялись, потому что, во-первых, мы взялись за это от безысходности, потому что можно сколько угодно много повышать зарплаты и платить бесконечное количество денег, но вот мы на нашем опыте, мы конкурируем даже не, там, не знаю, не с Ростелеком, там, не со Сбером, не с Бизоном за кандидатов, не с Инфоводчем каким-нибудь, мы конкурируем с Гуглом канадским, потому что у нас туда уезжают люди, и вот когда канадский Гугл предложает стать инженером-безопасником, тут как бы у вас аргументов не очень много, честно говоря, и просто сказать, давай мы тебе положим денег больше, это не работает. Или есть целая прияда таких стартапов в Утрехте, это стартапы, которые делают российские молодые люди посвященные информационной безопасности, там целый хаб у них есть, и вот туда уезжают люди тоже, как бы, довольно массово, и с этим поделать, ну, мало что можно, честно говоря. Это первое, да. Второе, потому что, ну, да, есть, как бы, компания, ну, Сбер здесь, как бы, я просто Сбера ничего не имею, Сбер прекрасен, это скорее, как бы, осветить тип компаний, которые могут себе позволить просто сверху накидывать плюс 50, плюс 100, и все, и приходите к нам. И, ну, да, мы работаем в мире, где вот такие компании есть, и конкурировать с ними за кандидатов в какой-то момент просто бесполезно. И третье, мы тоже так же понимаем, что сколько денег не положи, это для кандидата часто воспринимается просто как данность, что ты вот боролся за меня, отлично, ты боролся за меня, а теперь давай рассказывай, что у тебя есть у меня в плане мотивации. То есть это не большая зарплата, это не гарантия неэффективной работы, это не гарантия лояльности, там, не знаю, это не гарантия вовлеченности, это просто какая-то точка отсечения, да, и поэтому мы вот здесь, накидывая больше-больше-больше денег, мы в какой-то степени роем себе могилу. Поэтому надо смотреть на что-то иное. Вот, собственно, что делать, да, что делаем мы, на что мы давим, на что мы делаем упор, и что, на мой взгляд, вот по протяжении нескольких лет стажировок действительно работает. И, как мне кажется, это в общем и целом работает не только с молодыми специалистами, это в целом, мне кажется, верно, плюс-минус для сферы IT. Первое. Кто курирует стажеров? Стажеров курируют все, кто хочет курирует стажеров. Там есть и медлы, есть и сеньоры, есть, ну, джунов-то, конечно, меньше, но в целом мы исходим с того, что у нас команд очень много нанимающих, и там с менторами стажеров могут выступать самые разные люди. Соотношение время ведущего и количество стажеров я не совсем понял, честно говоря, что вы имеете в виду, если вы уточните. Ну, то есть вы имеете в виду, сколько на это тратят люди, сколько часов тратят люди на работу со стажерами. Если про это, то, соответственно, я в конце своего выступления про это скажу, чтобы задержать чуть-чуть интерес. Вот, значит, по поводу смыслов. То есть сейчас будет казаться, что мы говорим о каких-то очень космических абстрактных вещах. На самом деле это вещи максимально прикладные. То есть вам нужно для людей, которые, ну, то есть приходят в IT и знают, что, в общем, они могут в любой момент, если они хоть что-то соображают, да, а мы других, ну, понятно, никому не интересны люди, которые мало что соображают, в инфобезе, соответственно, им, они знают, что они могут получить зарплату в любой момент, в любом месте, им не это интересно. Им интересно участвовать в чем-то классном, большом и, как бы, значимом, да. Вот поэтому мы пытаемся, ну, может быть, нам здесь, конечно, чуть проще, потому что у нас этот смысл лежит на поверхности, тем не менее, да, создавать какой-то, ну, интерес, помимо, собственно, узкого какого-то там стажировки. Зачем ты сюда пришел? У нас был с этим, в связи с этим целая концепция, да, которая называлась так, нам не важно, где ты работаешь, если будешь спасать мир. Значит, у нас в этом году она уже немножко другая, она больше про будущее, я про это тоже чуть покажу, но я хотел бы вам просто показать сейчас ролик 2018 года. У нас есть и новый, просто вот то, что я хочу донести, он лучше отражает ролик вот этот, именно вот этот. О том, как мы промили нашу стажировку среди молодых студентов, на что мы делали акцент. Если можно, поставьте, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, да, вот такой ролик мы показывали, он очень хорошо зашел в нашей целевой аудитории, ну, понятно, почему, потому что тут и неявная отсылка к классным трейлерам типа Трансформера, и вот это вот посыл, что-то, нам не важно, где ты учишься, если будешь спасать мир, и так далее. Я сразу хочу опять забежать вперед. Вот я вам открою страшный секрет только здесь и сейчас. Вот этот ролик мы собрали, ну, практически на коленке. В смысле, у нас был футаж старый за 2017 год, просто набор видосов там разнообразный, да, с хакатона. И, собственно, мы его там за пару дней буквально собрали, и это не стоил, это не какой-то гигантский бюджет на промо-ролик. В смысле, это фактически сделано просто руками. Потому что мы поняли в какой-то момент, что у нас нет ролика, и нам его нужно сделать. И мы собрали все, что мы на тот момент считали важным, и получилось вот это. Поэтому это мое, кстати, один из моих красных линий выступления. Не нужно очень большие бюджеты, чтобы все это сделать. Правда. Ну, нужна дерзость, да, бюджета нет. Значит, это первое. И второе, что формируется на основе вот этой штуки, это сообщество. Ну, здесь, опять же, я скажу, наверное, с точки зрения информационной безопасности, вот инфобиас в России – это довольно узкая тусовка. Там, в общем, есть люди, которые ходят на совершенно определенные конференции, типа там Zero Nights, типа по Ходейс, там, да, это определенный… ну, то есть вы должны котироваться в среде вот этого сообщества. И специалисты, которые работают у вас, должны там котироваться. И люди, которые приходят к вам на стажировку, должны потом в сообществе этом сами говорить, что, ребята, вообще тут ребята не фигней занимаются, здесь действительно классно. У нас, на самом деле, ну, я, мы сейчас специально, я цифры не скажу, но количество людей, которые к нам приходят просто по рекомендациям своих друзей, у нас прям, ну, большое. У нас сейчас на первом месте по вузам, откуда у нас стажеры – это МИРА. Это, кстати, как еще вопрос о том, как мы работаем, как работа с вузами приносит плоды, но ребята приходят, потому что им другие ребята говорят, что тут как бы вообще прикольно и печеньки. Нет, хотя печенек у нас нет, у нас пиццы есть. Вот. И поэтому мы работаем над тем, чтобы создавать вот это вот, поддерживать сообщество, да. То есть у нас есть отдельная программа, которая называется CyberMate, но это программа амбассадорская. В течение года мы участвуем, вот, мы организуем и поддерживаем CTF-ы, хакатоны, делаем какие-то киберстречи, работаем с вузами. И вот, то есть мы пытаемся для себя какой-то вот этот рынок, собственно, в какой-то мере создавать для того, чтобы было нам кого отбирать, да. И ребят, которые приходят, они воспринимают это как, вот, ну, на протяжении, после, там, пяти лет работы, это уже похоже на некий такой клуб молодых ИВ-шников, да, куда попасть вообще, вообще говоря, прикольно, потому что открываются какие-то там большие перспективы дальше. Поэтому над этим мы тоже работаем. То есть у нас вот сейчас сейфборд программа, она была до этого раз в год мы набирали, да, сейчас это постоянно действующая программа, можно, ну, посмотреть, как это работает. Я вам сейчас ссылку прямо в чат скину. Сейчас, секунду. Ну, вот он, сейфборд Касперский.ру, ну, там все видно, кого мы ищем, как и зачем. Значит, дальше, третье, это экспертиза. Ну, экспертиза здесь как раз роли большая играет людей, которые у вас уже работают, то есть специалисты, которые у вас есть, они должны быть, ну, в этом же сообществе, это связано со вторым, котироваться как классные специалисты, которым круто попасть, которыми круто работать. Вот у нас такие, как бы, звезды есть, но эта работа уже с топ-контрибуторами, это немножко другая тема, не сегодняшнего монолога, но попасть... На эти мероприятия есть выделенные люди. Смотрите, все мероприятия, все метапы, все конфы, конфы, это проводят сотрудники, эксперты, сотрудники Касперского, которые являются, собственно, специалистами в предметной области. Это работает только так и больше никак. Ну, коллеги, давайте признаемся честно, да, что IT-рекрутеры и так далее, люди классные, но когда они пытаются там что-то такое изобразить в специфической тусовке, это выглядит, ну, забавно. Вот, и, ну, вряд ли, ну, если только IT-рекрутера не имеет прям большого бэкграунда в IT-сфере до этого. Поэтому это удобная нагрузка. Мы посчитали, у нас в прошлом году мы потратили 1400 часов специалистов наших просто на обучение людей. 1400 часов, это, ну, так, для сравнения, это примерно, это больше года магистратуры в часах. Это для этого, это отдельная история, как мы мотивируем наших менеджеров-нанимающих. У нас есть отдельная программа мотивации для менеджеров-нанимающих, называемая GET. Это на 1400 часов, это, значит, на 58 стажеров было в 2019 году. Но это 1400 часов, это там, это лекции, это семинары, это какие-то задания и так далее, да. То есть здесь стажерами надо заниматься. Это правда. И вот, собственно, ну, опять же, у нас есть люди, которым это нравится, которые считают, что это классно, когда они могут чему-то научить молодых специалистов, и мы на них, конечно, делаем упор. Есть те, у которых есть простая мотивация, им нужны в команду классные люди, они готовы на это тратить. Там есть для всех остальных у нас есть программа GET, где они, ну, это, собственно, GET – это другое название обычного кафетерия, да, там программа кафетерий, когда они зарабатывают баллы на обучающих мероприятиях, а потом получаются всякие бенефиты, там, начиная вот всякого нашего мерча бесплатного, заканчивая там бесплатными походами в ресторан, отдыхами там на два дня в отеле и так далее. Забегая вперед, и это тоже недорого. Вот я думал, я, кстати, для меня самого это было удивительно, но это не так дорого, как может показаться. Значит, так вот, экспертиза, да, поэтому мы вообще во всех мероприятиях всегда стараемся продвигать именно экспертов наших, а не нас самих, потому что мы неинтересные, эксперты интересные и идут именно к экспертам. У нас на Ютьюбе есть вот ролик, на самом деле, последний раз мы проводили метап на Ютьюбе, он длился четыре часа, у нас будет какие-то невероятное количество людей, которые это посещают, потому что тем, кто развивается в инфраструктурной безопасности, им действительно интересно послушать экспертов, да, поздавать им вопросики. Третье, четвертое, драйв, ну, это скорее работа эмплойер-бренда, это создание вот этого, не побоюсь этого слова, хайпа вокруг вот этой стажировки, да, регулярного. Здесь, ну, вот у нас такая, в этом году у нас была вот такая компания, промо, вот эти все прекрасные люди на картинках, это живые стажеры, в смысле стажеры, которые пришли к нам год назад, мы брали там каких-то топ-перформеров, да, они встречаются тоже, живые стажеры встречаются с теми, кто хочет попасть туда, в общем, у нас как-то тут происходит вот это постоянное с ними живое контакт и общение. Здесь таргетинг в соцсетях, ну, то есть, вот вы видите разные направления разработки, да, там, тут есть вот DevOps, тестирование, product management и так далее, системный анализ, и он, соответственно, бьет по тем целевым аудиториям, где такие люди, скорее всего, тусуются, которые этим интересуются. Это статьи, которые мы выпускаем на тех ресурсах, где целевая наша аудитория тусуется, там, N плюс 1, например, там, Хабар и так далее. Это всевозможные спецпроекты, это какие-то квесты, какие-то там игры, не знаю, мемасики, в общем, все, чтобы создать некоторый шум в сети, потому что вот кто-то до меня сказал из спикеров абсолютно правильную мысль, что если вы шум в сети хоть какой-то не создаете, то считайте, что у вас как бы не существует, тем более в современной действительности в мире, и особенно в эпоху, опять же, того же Яндекса, который везде, того же МЛА, который абсолютно везде, там, Ростелек и так далее. Значит, что еще? Ну, про кибервстречи я уже сказал, как это примерно выглядит и работает, общение с живыми экспертами. Мы приходили, мы раньше ходили в университеты непосредственно и там все это рассказывали, в этом году мы вынуждены делали это онлайн и поняли, что онлайн делать это, во-первых, сильно дешевле, во-вторых, сильно эффективнее. У вас покрытие гораздо больше, количество участников гораздо больше, как бы, там, виральности, перепост и так далее гораздо больше. То есть, если вы на одного эксперта в универе, если все пойдет хорошо, можете собрать человек 350, то вот на YouTube-трансляцию вы собираете, там, больше тысячи, да, там, просто, ну, довольно легко. Опять же, ну, это вопрос контента, да, вопрос, какая тематика, с какой тематикой вы уходите, тематика должна быть интересна для тех, кто, для специалистов. И последнее, по, ну, не по значению, это работа с вузами. У нас есть отдельное направление, которое занимается по рамках Касперской академии работой с вузами, российскими, зарубежными и так далее. Здесь мы, ну, это что-то, что мы делаем на ежегодной основе, да, то есть мы проводим курсы по основам кибербезопасности и по продвинутым навыкам области кибербезопасности, типа реверса, типа расследования киберинцидентов, типа поиска исследований угроз и так далее. Участвуем во всяких вот этих, ну, сами проводим какие-то лекции, проводим какие-то интерактивы и игры. У нас есть программа «Трейн и трейнер», где мы обучаемся преподавателей вузов нашим. У нас есть тренинги продвинутые по кибербезопасности. Мы по формату «Учить учителей» обучаем, соответственно, преподавателей вузов. Они по нашим материалам читают студентам, а мы их там мониторим, контролируем и параллельно общаемся с теми же студентами. Это все происходит, опять же, в течение года. И здесь мы, скорее, там наша задача по работе с вузами – это формирование, как я вот уже сказал, некоторого пула людей, которые, в принципе, как бы отметили, что вы существуете, что у вас есть такая программа, и когда появляется заветный день, когда открывается регистрация на сейфборд, они так уже держат в голове, что ага, вот это хорошо бы сюда заоплаяться. Потому что, ну, я, конечно, наверное, можно просто неоткуда выскочить и там собрать сливки, но, как мне кажется, это все-таки скорее редкость, да. Все-таки мы говорим про то, что вот эта работа – это работа постоянная. Она, опять же, как я сказал, она не сильно затратная с точки зрения чисто бюджетов, но она требует, конечно, как бы постоянного внимания, вовлечения, контроля этой аудитории. Да, безусловно, это какой-то отдельный человек в компании, там, не знаю, в команде, которая этим занимается, которая работает сообществом. Но, опять же, это все еще дешевле, чем просто нанимать медлов готовых и сеньоров за бесконечное количество денег. Собственно, подходя к завершению того, что я хотел сегодня рассказать, вывод номер один – это то, что работа с сообществом, экспертиза, которая есть у вас в компании и которую ценят на рынке, и вот этот смысл, то есть какая-то там история, миссия, которая, ну, как захватывает помимо самого процесса работы, это штука, которая действительно работает. Вот я по итогам, опять же, и результатам того же сейфбарда я имею право так утверждать. Второе – это тоже простое утверждение, что вот мы в данном случае как бы понимаем, что если рынок вторички на недвижимости, если приводить такой пример, да, слишком дорогой, то, наверное, лучше покупать на этапе котлована, потому что это сильно дешевле получается. Да, это все еще занимает время, да, это не прямо здесь и сейчас, это еще год, но это в долгосрочной перспективе это окупается. Вот, опять же, там, ну, 63 медла, мы еще не проводили исследования, сколько бы они нам стоили, если бы мы их просто с рынка взяли, но я прям сильно убежден, что там огромные цифры в разбеге тех же самых зарплат. Причем это не просто медлы, которые пришли сегодня, завтра ушли, это люди, которые, ну, в общем, не побоюсь этого слова, лояльные компании, которые пришли, для них это первое место работы, с которыми тут, в общем, занимаются, их развивают и так далее, и когда люди там уходят, они, ну, это не то чтобы, конечно, драма, но то есть для них это больше, чем просто место, куда они приходят 5 дней неделю попить кофе. Ну, во всяком случае, для значимого качества людей это не просто такое место. И здесь, конечно, последняя роль нанимающих менеджеров имеет огромное значение, потому что, как я сказал, они производят контент, они работают, собственно, с конечной аудиторией, они нянькаются со стажерами, в смысле, конечно, их нужно направлять, конечно, их нужно уговаривать, конечно, их нужно где-то заставлять мягко, где-то умалять, но только так, то есть самостоятельно, самостоятельно, своими силами создать вот это вот комьюнити невозможно, да, это только с привлечением специалистов в конкретной области. И как их мотивировать, это отдельная большая история, я расскажу о ней, если позовете, расскажу о ней в следующий раз. Спасибо большое. Если есть еще вопросы, я на них с удовольствием отвечу, а на этом у меня, наверное, все. Спасибо огромное, Денис, огромное спасибо. Очень любопытно. Вот здесь был вопрос, есть ли выделенные люди, которые в основном занимаются мероприятиями, или это доп. нагрузка для действующих специалистов? Если доп. нагрузка, то насколько она большая? Да, ну, как я сказал, для действующих специалистов это доп. нагрузка в размере 1400 часов в год, примерно 1400 часов в год. Потому что они составляют задания, они готовят какие-то лекции, они читают эти лекции и так далее. С точки зрения постоянно действующего человека, ну, у нас есть один человек, который, в общем, занимается в основном, ну, процентов 7 из своего времени вот этой стажировкой, но он занимается, надо сказать, не только конкретно программой, он занимается еще и работой с вузами, занимается там построением сообщества, но это, да, фулл-тайм работа одного человека, ну, одного увлеченного человека, скажем так. А это на какое количество стажеров вы говорили, ну, если можно еще раз? Ну, у нас, значит, в среднем их приходит в год от 60 до 70. Вот в этом году мы сейчас набрали 58, у нас будет больше, потому что у нас в этом году появился индивидуальный набор. До этого мы набирали сразу массово, там, по 58 человек. Сейчас у нас появились направления, где мы набираем по одному-двому людям, типа UI, UX. И у них получается отдельный, там, спецпроект, когда мы вот в короткие сроки набираем людей, там, конкретно на это направление. А из регионов удаленных, вот, спрашивают, набираете людей? Сейчас. Я должен сделать вид, что плохо слышно. На самом деле... А мы получим, да. Ну, если честно, пока у нас набор идет в основном из Москвы и Подмосковья, потому что они все работают в Москве, мы хотим, вернее как, не то, что мы хотим. Жизнь нас заставляет делать региональные программы, ну, и в наших офисах региональных, и вообще это, ну, это как... Вот тут в чатике писали про работу с регионами, но да, потому что у вас источник кандидатов, их, по сути, три. Это, ну, адекватных кандидатов, да. Это ваш сосед, у которого надо переманить, это регионы, потому что в Москве уже не осталось людей, особенно, там, не знаю, девопсов. И это, ну, стажеры, из которых вы сами выращиваете. Потому что, ну, вот, допустим, вот с девопсами тут тоже был вопрос, да, девопсов в России семь, может быть, восемь. Как бы их не будет больше, вот что бы вы ни делали. Поэтому либо их искать там, где вы никогда не смотрели, либо растить их с нуля. Вот мы, опять же, исходя от отчаяния, вот сейчас рассматриваем всерьез уже вполне возможность сделать школу девопсов и растить их прямо вот с нуля. Потому что иначе никак. Потому что когда один девопс на шесть проектов, это больно. Вот. Я кого-то, кого-то я расстроил, видимо, вопрос с девопсами. Извините, пожалуйста, это жизнь. Спасибо огромное, Денис. Спасибо. И вашу презентацию мы тоже разошлем коллегам. Спасибо коллеге за терпение. Нас, конечно же, меньше, но не потому что неинтересно, а потому что у людей свои задачи. Я понимаю, на нас все еще почти 200 человек. Нас было больше 300 сегодня. Нам очень важно ваше мнение. У вас есть возможность заполнить анкету и получить бонус. Ссылка на анкету сейчас Юля положит в чате. Юль, положи, пожалуйста. И там бонус от наших партнеров, не только от бирмаркета, но и от других партнеров. И я напоминаю, что вот они разные, их много. Я думаю, что да, отличная сегодня у нас с вами была встреча, и мы ее можем сделать еще и о предмете более приятной. Я еще раз напоминаю про чудесную встречу. Денис, приходите к нам с Далидом пообщаться в онлайне, в прямом эфире, просто вот непосредственно позадавать разные вопросы. И вы, коллеги, приходите, пожалуйста, тоже. Я всех благодарю за участие. Я буду рада с вами общаться и на мероприятиях. И, конечно же, как кадровое агентство, мы отлично подбираем персоналы. С вами, слава богу, про это говорила не только я, еще и наши клиенты. Вот. И мы занимаемся и IT, и не IT. У нас выделена IT-практика. Ну, в общем, мы прекрасны во всех отношениях, как и вы, дорогие коллеги. Всем отличного дня и спасибо за участие, спасибо за отличные рассказы и за вопросы. Спасибо. Всем хорошего дня. До свидания. Спасибо, Денис, вам еще раз.